Всем привет! С вами Арти. Сегодня я расскажу о том, как я снимаю свои видеогайды, а точнее научу вас снимать видео с экрана. Самый первый вопрос, который часто мне задают, это какую программу я использую. Я использую программу ОБС. Почему? Потому что она очень проста в использовании, она без рекламных ссылок каких-то там как бандикам. Она абсолютно бесплатная и за 9 месяцев она меня ни разу не подвела. По-моему это показатель. Для того, чтобы скачать ОБС, необходимо перейти на официальный сайт. Я сейчас покажу ссылочку. Ссылочка также будет в описании. Вот официальный сайт ОБС. У меня версия вот эта. То есть версия GetOBS Classic 0.659. Эта версия постоянно обновляется. После скачивания, то есть вы нажимаете скачать, у вас открывается окошечко, вы сохраняете, потом открываете программку. Я просто не буду заново скачивать, потому что во время я сейчас снимаю и у меня может просто слететь видео. Вы принимаете скачивание, после скачивания открываете программу, принимаете условия пользования, как всегда это делается, устанавливаете. И после чего у вас на рабочем столе появится вот такой вот значочек, кругленький. После нажатия на которого вы откроете саму по себе программу. Программа изначально конечно же не работает, то есть нужно ее настроить. Самое первое, что мы будем делать, это настройки. Здесь мы выбираем общее, то есть название профиля. У меня написано Google, просто... Так, дальше у нас кодировщик. У меня вот такие вот настройки. Качество 9, на десятке у меня не идет видео, у меня не такой сильный компьютер, как хотелось бы. Так, буфер, максимальный битрейт, размер... Я пробовала устанавливать разные настройки, вы можете прогуглить, просмотреть, что очень много советов в зависимости от вашей системы, от вашего компьютера. Что советую? Ну, большинстве вот эти настроечки, они, кому я советовала, они подходили. Кодек, формат... Дальше у нас идет трансляция. Так, трансляция это, если вы стримите, то есть можно прямо стримить при помощи этой программы, поэтому мы на это не обращаем внимания видео. Здесь мы выбираем свою видеокарту, выбираем пользовательское расширение, которое у вас есть. Масштабировать у меня стоит нет, можно он увеличивать, уменьшать, по пожеланию. Кадров в секундку, то FPS у меня 25. Вы можете делать выше, то есть тут нужно уже подстраиваться под мощь вашего компьютера, просто подбирать. Я ставила и 30, но когда 30, то у меня чуть-чуть подвисает, чуть-чуть не так. И обязательно поставить кнопочку отключать Aero при запуске. Aero это скрытие вот этой нижней панели, она, то есть видите, не сдвигается сейчас у меня, потому что активирована, то есть включена эта программа. Если вы ее не поставите, программа может просто не запуститься. Следующее, это у нас аудио. Устройство воспроизведения это динамики, через которые, например, вы там играете со звуком, хотите, чтобы звук был слышен, микрофон выбирайте, который у вас есть, у меня подключенный. И здесь мы прописываем, что умножаем усиление микрофона, у меня на 4, на 5 уже шумит, у меня уже так неприятно, на 4 самое то, как говорится. Горячие клавиши. Горячие клавиши, наверное, все вы замечали, что иногда некоторые, кто снимают гайды, о них первые кадры, о том, как они открывают программу, нажимают кнопочку начать, а потом, типа, закрытие программы, открывать программу, чтобы завершить видео, нажимают кнопочку завершить. Это как бы не совсем красиво, видео смотрится, поэтому лучше использовать горячие клавиши. У меня вот они, 9 и 0. При помощи девяточки начинаю видео, когда заканчиваю, нажимаю нолик. Также можно, например, отключать, включать микрофон, при кнопочке разговаривать наподобие в РК. Дальше у нас идет расширение. Расширение вы можете просто нажать на паузу и переписать настройки, подстроить свою программу под мои. Дальше у нас идет кодировщик, в кодировщике ничего, в шумовом гейте тоже, и переключатель сцен также, я этим всем не пользуюсь. Так, дальше о том, как создать сцену. Изначально у вас здесь не будет ничего, поэтому вы нажимаете правой кнопочкой мыши и нажимаете кнопочку добавить. Здесь окно, рабочий стол. Я транслирую с рабочего стола постоянно, потому что это более удобно. Открыла себе вкладочку с игрой, включила себе через горячую кнопочку ОБС и снимаю. То есть рабочий стол. В принципе, ничего мне не нужно, только если вы не хотите выбрать какую-то конкретную область на своем экране, то есть какую-то часть экрана не хотите снимать, либо же не хотите, чтобы была видна мышка. Ну, возможно, у вас два монитора, либо три монитора. С какого именно монитора будет сниматься видео. Так, также у меня устройство захвата. Хочу показать свои настроечки. Это вот такие, то есть видеоустройство, аудио, то есть звук. И в принципе, больше я вручную, по-моему, ничего не настраивала. Так, и после настройки вы сможете уже снимать видео. То есть просто открываете окошко с игрой, нажимаете кнопочку горячую, которую вы поставили, и программа снимает, после завершения нажимаете завершение видео. То есть тоже горячую кнопочку, только делаю это я. После чего вы можете посмотреть свое видео, если вас устраивает качество снятого видео, вы не хотите добавлять туда никаких картинок, там, не знаю, мелодий, сделать видео ярче, сочнее, то вы можете присылать свое видео, например, к нам, если это видео-гайд, на почту мы обязательно рассмотрим и примем хорошие гайды. О том, ну, самое главное, что если вас интересует, как монтировать видео, как добавлять мелодию, как вставлять картинки, как сцепливать видео, которые кусочками у вас сняты, как, к примеру, у меня вот сейчас, видите, что у меня раз, два, три, четыре кусочка видео снято уже, которые я вам сейчас рассказываю. То есть какие-то видео-эффекты хотите добавлять. Я расскажу в следующем видео, как пользоваться программой Vegas Pro 12, где взять ссылочку для скачивания. У меня русская версия, она как раз очень хорошо подходит для новичков, которые только начинают снимать, либо монтировать видео. На этом все. Вы можете задавать свои вопросы в комментариях, я обязательно на их отвечу. С вами была Лилия Арти, специально для РБК Геймс. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а также не забывайте вступать в группу ВКонтакте, выигрывать монетки ежедневно. Всем пока-пока.